Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Саш Сериков, это канал 21век.by И сегодня мы в гостях у киберспортивной организации ПАВЛАГОГЕМИР! Здравствуйте, ребята! Ребятки, вы, значит, занимаетесь киберспортом, вы нас играете во что? Расскажем нашим зрителям. ДОТА 2 Да, ДОТА 2 А я, блин, контрат... Нет, ДОТА 2 Насколько влияет вообще в игре качество мыши и клавиатуры для вас лично? Для мышки важна точность сенсора, для того, чтобы ты, когда курсор наводишь кого-то, он именно туда и наводил, а не какое-то другое место. Это самый пресловутый DPI? Нет, DPI это уже насколько она будет реагировать на твои движения. Ага, а насколько часто вы меняете DPI в игре? Вот есть такое, вот есть такие мышки, где там DPI меняются, и вы такие типа Блин, так, вот в атаке вот меньше DPI, там, в защите больше. Нет. Не совсем такого нет, на самом деле, она не настраивается для того, чтобы подобрать комфортный DPI и для того, чтобы ты сам привыкал уже к одному DPI. Потому что если ты будешь постоянно менять, ты будешь постоянно промахиваться. А какие главные требования, например, вы привыкаете к компьютерной мыши? Ну, я фанат киборг-мышей, чтобы она разбиралась, можно было полностью подстроить под руку и обязательно, чтобы были грузики. И даже иногда поверхность можно поменять с гладкой на шриховатую. Угу. Классно. Так, а у вас, например? Для меня самое главное, это чтобы была удобная форма, потому что от некоторых мыши у меня просто рука болит. Угу. Вот. Дальше обязательно надо наличие боковых кнопок, потому что туда... А сколько должно быть кнопок в мыши? В мыши? Ну, две основные, колесика, ну и хотя бы две боковые должно быть. Для того, чтобы... Они уже настраиваются сами. Да, они уже настраиваются по игре, там, на какие-то там умения, так сказать, либо предметы. Угу. Первое, самое главное, чтобы на мою лапу моя мышка помещалась, она должна быть огромная. Это первое. А второе, она должна быть красивая, чтобы... Мне бы хотелось ее брать в руку и не отпускать ее. Было бы, на самом деле, вообще идеально, если бы она еще и светилась, ну и переливалась там. И приносила кофе. Ой, вообще. Вопрос, который теребонит меня буквально с утра. Какими мышами вы пользуетесь? Какие у вас мышки? У меня Razer, киборг-мышка. Вау. Модель, я не помню, честно говоря. Какая же модель, киборг-мышка. У меня SteelSeries Sensei. Она, в принципе, неплохая, но на самом деле я... Ну, у меня где-то 4 года. Но я задумываюсь, на самом деле, над покупкой Logitech. Какой-то G500 какой-то. У меня A4TH Bloody A90, наверное. Она прям вообще все, что для меня нужно, на здоровое, на приятное, красивое. В руку влазит. В руку влазит, да. Хорошо. И с подсветкой, и кофе приносит. Супер. А какой вообще срок жизни мыши? Ну, то есть, надо ли менять каждые пару лет? Или прям все, взял про мышку, привык, а вдруг что-то новое более классно придумали. И вы такие, блин, я только поменял мышку. Сколько мышка живет вообще? Ну, я бы сказал, срок жизни мышки такой комфортный, года 4-5. Больше. Там уже начинается стираться, там, не знаю. Ну, она уже начинает, там, пластмасса у нее идти, там, облазиться начинает. И там уже смазываются клики даже. Обычные мышки, они начинают выходить, строят, может, через два года какие-то. Итак, ребята, у меня есть игровая мышь Logitech G102. Тут прям так и написано, игровая мышь. На самом деле, ее цена чуть более 60 рублей. Она обладает ДПИ до 8000. И у нее, внимание, 6 кнопок. Что вы о ней можете сказать? Сталкивались вы с такой? С Logitech я начинала, наверное, несколько их было. Правда, они все беспроводные были, но... Смотрите. Такая рубрика за шквары. Давайте мы ее просто откроем, хотя бы чтобы визуально понять, что это такое. Как она, тяжелая для тебя достаточно? Нет. А посмотри, а есть ли здесь регулятор тяжести? Можно ли из грузики довешивать? Нет, конечно, это обычная мышка. Обычная мышка. Ну что, затестим, пацаны? Да? Затестим. Сказал, затестим пацаны, она сам первым сказала, да? Капец, она маленькая. Две фланги пальцев, просто за мышкой. Размер мыши для меня маленький, я бы брал побольше. В сравнении с той, на которой я играю, которая киборг дешевенько прижимается. Я даже не знаю, как это называется. Я, конечно, не зажралась, может быть, так. После киборг мышей, которые можно потяжелее реально сделать, и которые, ну, пластмасса там более качественная, ощущаешь, что она дешевая. Никто не обратил внимания, у этой мышки провод, он пластмассовый, он без оплетки тканевой, то есть он, скорее всего, перетрется. Основные кнопки более-менее нормальные. На счет колесика, ну, такое среднее колесико. Колесико слишком легко крутится, прям вообще никаких не нужно усилить, чтобы это сделать. Я могу нажать просто вот на колесико, не крутить, а просто нажать, оно покрутится само по себе. Но мне не понравились боковые кнопки. Боковые кнопки, они выглядят как-то некачественно. Для начинающего геймера возможно. В своей ценовой категории она довольно хорошая, но, опять же, если она подойдет по руке. Горит красиво, да. Ну, кофе я рядом не вижу, на самом деле. Кофе не делает, да. Ребятули, значит, мышки есть анатомические, есть не анатомические. Часть игроков, большинство, наверное, правши, но есть игроки левши. Как им быть вообще? Вот я левша и хочу играть прямо в доту. Ну, есть несколько вариантов, либо левши адаптируются к обычным мышкам стандартными, играют правой рукой, в принципе, как все. И есть другой вариант, это найти мышку, допустим, даже ту же киборг, которую можно будет трансформировать таким образом, чтобы можно было попробовать играть и левой. Но, на самом деле, чаще всего выбирают именно первый вариант. Клавиатура-то стандартная, и у тебя там рука, та же левая, находится в левой части клавиатуры, и ты не можешь, условно, там правой рукой играть на левой части клавиатуры, это будет неудобно, так что, скорее всего, придется переучиваться. Если вы вдруг левша, включайте режим «Конформиста» и просто переучивайтесь. Так проще. Есть кнопки в мышах механические, а есть сенсорные. Пробали, когда даемся играть на сенсорных кнопках, насколько это удобно для киберспорта? Я так думаю, что это будет менее, так сказать, пропитно, чем обычные кнопки. Почему? Потому что сенсоры, они имеют свойство иногда не срабатывать, иногда ты не чувствуешь тактильной отдачи, и поэтому, ну, так сказать... Короче, сенсорные мышки отстой. Да, типа да. Хорошо. Вопрос, который, безусловно, интересует наших зрителей. Есть огромное количество на рынке мышей, которые беспроводные, радиомышки. Есть у них хоть какой-то плюс? И, ну, удобно ли, пробовали ли вы играть, опять же, и удобно ли это? У них есть несомненный плюс, это когда ты лезешь на кровати, и тебе впадлу подойти там что-то нажать. На чемпионате мира по доте. Мне кажется, что на этом их плюсы заканчиваются, а дальше идут одни недостатки. Ага. То есть, в принципе, у них и отклик не тот, да? В доте эта разница не особо ощущается. В КС, я думаю, это было бы заметно. Крессеры чувствуют пинг, там 25 пинга, они уже начинают чувствовать, они играют на лане для того, чтобы там пинг был 5 миллисекунд. Если им добавить в цепь, по сути, беспроводное соединение, а это еще как бы как минимум один протокол, который будет проходить информация, причем, возможно, не самый, так сказать, быстрый, даже если его там оптимизируют и так далее, это все равно добавят какие-то микросекунды, и никто на это не пойдет. О беспроводных мышках. Есть у меня еще вот такая мышечка завалялась, смотрите. Собственно, Logitech G305, она у нас беспроводная, LSP, давайте я ее сам анбоксну. Она с намеком на стиль, она белая. Подсветки у нее нет, здесь 5 кнопок, есть только индикатор профилей. И, что мы нашли в комплекте, кабель, мы сначала спросили себя, для чего он. Оказывается, значит, вы один конец вставляете себе в системный блок, второй выносите на стол, в него вставляете вот этот вот датчик, и, как бы, он стоит у вас на столе, ближе к мыши, что, собственно, стабильность работы мыши гарантирует больше. Вот такая история для тех ребят, которые все-таки не любят проводные мыши, а вот у них есть свой провод. Ну, давайте ее тоже потестим. Самое первое, что надо узнать, как тебе отзывчивость. Есть задержка? Ну, она пока незаметна, пока новая батарейка, пока все нормально, пока мы ее только подключили. Ну, а когда батарейка будет подсаживаться, уже проверено опытом, то что задержка там появится, она будет отключаться, и иногда бывает такое, что она просто, допустим, на секунду выключится, и это вообще... Ну, я очень долго играла на беспроводных, и я, в принципе, никогда разницы почти не замечала. Даже на тех, что подешевле, там, на Logitech. Для доты прям это, ну, я считаю, да, это не слишком важно. Мне нужно немножко побольше. Ну, она получше. То, как она прожимается, она... Это не тот самый дешманский прожим. Все серьезно у нас. Ну, она чуть лучше, но все равно. Самое главное, она больше. Она больше, то есть теперь в ней уже поудобнее играть. Да, да, да. Раньше как было? Раньше вот так вот наклоняю немного пальцы, все, у меня колесико прокрутывается, наверное, раза пять. А здесь такого нет. Без совместа я бы сказал, что это хуже, но... Чисто из-за того, что она беспроводная, я бы так... Я привязан бы к ней отмерзся. А так мне она гораздо больше понравилась, чем первая. Прям как автобот. Ребята, насколько вообще вот на победу, на игру влияет сила привычки? То есть, например, это же понятно, что вы там не дома с печеньками сидите и играете, да, это все-таки спорт, профессиональный уровень. Но вы, допустим, привыкли вот к такой самой простой мышке. Или вот, например, какой-нибудь Радж из Индии, и у него там мышка кустарная собрана там из моллюсков и веточек, и он там раздает в доте, просто валит вообще всех. На любительском уровне, таком полуперсональном уровне, тут проблем нет. Но когда уже встретится команда, условно, когда там и тот игрок очень высокого уровня, и второй игрок очень высокого уровня, ну тогда уже мышка даст о себе знать. В долгосрочной перспективе у тебя с более хорошей мышкой, у тебя более высокий потолок развития. Как ты там можешь нажимать, как ты можешь нацеливаться, тренироваться. В общем, лучше привыкать сразу к классной профессиональной мышке, чтобы потом просто не тратить время и не переучиться лишний раз. Ребятки, у меня тут мышка завалялась одноклассненькая. Вот такая вот. Это у нас, между прочим, HikerX Pulse Fire Surge. Давайте-ка мы ее с вами, во-первых, анбоксим, а во-вторых, потом затестируем. Ок, ок, открывайте. Просто мышка, просто провод, просто коробка. Что вам нужно для того, чтобы мышка работала? Во-первых, мозг, а во-вторых, правая рука с минимум двумя пальцами. Окей, принято, поехали. Ну, эта мышка, определенно, она получше. Качество кнопок здесь боковых тоже лучше. Отклик чувствуется лучше. Пластик более такой приятный. Ну, сенсор тоже нормальный. Как тебе вот сразу прям ощущение? Сразу хочу сказать, что я хотя бы к ней привык. У меня есть на ней опыт, все-таки мы иногда на ней играем. Клесико, скажем так, такое же, как на первой мышке. Как она в руке у тебя сидит? Ни маленькая, ни большая? Что? Он сидит хорошо. Вот это прям плюс. А давай расставим мышки по местам прям. Все, что мы тестили, вот три места у нас есть. Что на первой месте? Ну, я хейтер беспроводных мышек, поэтому она в самом конце очевидная. Ну, это очевидно на первом будет, а та, ну, на втором. Ну, HyperX на первом, беленькая на втором. И третья, я забыла, как она выглядит. Тоже выглядит так, да. Ну, да. Хорошо. Вот беспроводная топ-1. Мне она прям понравилась, она супер стильно выглядит. Самое главное. Вот эта топ-2. И LuckyTech, наверное, та первая. Топ-3. И последний вопрос, который нам необходимо разобрать, это, конечно, мышки. Оптические и лазерные. Есть теория, по которой считается, что светодиодная, она же оптическая, лучше работает на неровных поверхностях, а лазерная классно работает на глянце, но малейшие шероховатости ей уже мешают работать. Ребят, как вы думаете вообще? Ну, я думаю, что эта теория больше применима к бухгалтерам с завода. А когда вы занимаетесь профессиональной игрой, и у вас есть качественный коврик, они... Когда вы полезные вещи делаете. А нет, там, не знаю, просто доска, там, стол с неровностями, тогда не надо обращать внимание на сенсор. И тот и другой сенсор будет хорошо работать на хорошем коврике. Ну, или если вдруг чемпионат мира по доте будет проходить в лесу, где вы будете играть на пеньке, или прям водить по земле покрытой хвоей, то, конечно, оптическая мышка вас однозначно спасет. Вот так, ребят, 21 век на дворе. Меня зовут Саша Сериков, это команда Павага ГГ Гейминг. Ставьте лайки, комментарии, колокольчики. Пишите, какая мышка у вас в комментариях, друзья. А мы поедем обозревать колокольчик. Попрощайтесь. Пока. Что происходит? Я пеньками бегаю, понимаешь, как пеньки? Пеньки вперед! Я сейчас взял какой-то лес, посадил не там, где надо. Где у меня какая-нибудь суперсила? Во! Что я умру? Все у меня в порядке. Как он меня убил-то? И опять умер? Пеньки. Продолжение следует...